Порядка 40 обращений от самарцев поступило в городскую администрацию в течение прошлого года. Люди сообщают о фактах коррупционных проявлений в действиях сотрудников мэрии. С начала этого года уже поступило 6 жалоб. Чаще всего люди сообщают о коррупционных проявлениях в сфере госзакупок, торгах и конкурсах, в выполнении подрядных работ за счет бюджетных средств, финансировании работ по благоустройству города. Следует отметить, что нередко граждане бывают субъективны в оценке действий органов власти и должностных лиц. И в целях решения вопросов своих обращений порой утрируют действительное состояние дела. Тем не менее, в ходе заседания комиссии глава администрации Самара Олег Фурсов выразил недовольство поверхностным подходом подчиненных к антикоррупционной работе. Создание заведомо неконкурентных условий торгов на стадии подготовки технических заданий, завышение смет и отсутствие должного контроля за проведением работ свидетельствует о наличии коррупционных проявлений, считает Олег Фурсов. Нам надо перестать относиться к своим служебным обязанностям, так спустя рукава. Понимаете, здесь должны быть профессионалы, очень компетентные, ответственные люди, болеющие душой и сердцем за то, как Самара развивается. А вот такое попустительство и безразличие полнейшее – это прямой путь к уголовным делам, связанным с неэффективным использованием средств, с повышением служебных полномочий. Большое количество участников аукционов создаст предпосылки для конкурентной борьбы между потенциальными подрядчиками. Как следствие, бюджет получает экономию. В начале 2015 года Олег Фурсов поставил задачу – довести такую экономию до 10-15% при сохранении высокого качества проводимых работ. Таким образом, сэкономлено уже более 160 миллионов рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. Участники комиссии обсудили и вопросы антикоррупционной работы в сфере потребительского рынка. В региональное антиалкогольное законодательство внесены поправки, которые запрещают устраивать разливайки на первых этажах зданий. Олег Фурсов поручил руководству Департамента потребительского рынка услуг не допускать перепрофилирования этих помещений в магазины, торгующие алкоголем, и выдавать разрешение на торговлю только в том случае, если деятельность магазина не будет связана с реализацией спиртного. Лариса Шалафас, Станислав Левин. События.